Россия, Болгария, Италия, Азербайджан. Спецкраин, за которых переехали, те перешние в учни третьей школы протягиваются. Малика Зайрова эмигровала в Беларусь пять годов тому. За похоршение стану здоровья девчина была вымушена разом со своей семьей покинуть Туркменистан и переехать в иншую Украину. Вообще давно запланировали, но так получилось, что врачи посоветовали такое влажное место, и так получилось, что сюда мы переехали. Вообще не сложно было, но сложно было разговаривать, так как язык еще не осваивала. Докладную колькость семьям-мигрантов в регионе и Украине в целом назвать Нильга Личбарухомая. Проблема весьма актуальна для нашей страны и для города Бреста в частности. В школе есть такие дети, которые требуют повышенного педагогического внимания, особых подходов. И педагоги требуют формирования готовности к такой работе, потому что не все готовы так работать, хотя потому что их этому никто не учил. Минский Центр творчести «Еврика» уже 20 годов займается темой интеграции детей-мигрантов в эдукационный процесс. Наша работа направлена на то, чтобы белорусские школьники толерантно относились к детям и представителям другой национальности и видели в них не какую-то обузу для нашего белорусского общества, а друзей и тех людей, которые в будущем могут стать нашими гражданами и сделать нас еще более разнообразной и счастливой. В прошлом году стартовал республиканский инновационный проект, в котором включена средняя школа номер 3 города Бреста. Проект накированы на распроцовку и укоронение выховавшей модели адаптации детей-мигрантов и их семью в новой социокультурной осеродзе. В умежах реализации проекта – вывучение региональной модели работы системы эдукации с семьями-мигрантами. За два года активной працы на базе третьей школы отзначают установчие выники. В рамках инновационного проекта у нас создан родительский клуб «Академия семьи», который плодотворно начал работать. Процент повысился намного участия родителей в жизни детей и в жизни школы. То есть теперь уже где-то около 70% родителей готовы сотрудничать со школой, готовы участвовать во всех мероприятиях школьных. Первый думал, как-то тяжело будет. Дети не русские, а тяжело. А так, смотрю, нет. Все приняли хорошо. Детям общение хорошо, родителям хорошо. Они учат хорошо. У меня строится все хорошо. Есть у школы дети-мигранты тени – немае значения. У любой момент яны могут з'явиться, кажут специалисты. Минавито до таких выпадков наставники повинны быть подготованы с загадя.